Девушки отдыхают Всю мою жизнь меня окружали христиане. Очень важной частью моей веры является мои отношения с Россией. Я нахожусь в России сейчас, и я думаю, что это мой 15-й приезд в Россию. Я люблю приезжать в эту страну. Впервые Россия заняла особое место в моем сердце. Когда наша церковь поехала на большом автобусе в российский город Выборг, мы забили автобус гуманитарной помощью для школы и для церкви в городе Выборг. В автобусе была моя мама. Они переправились на пароме через Финляндию до Выборга. В Выборге они встретили несколько христиан. У них тогда еще не было здания церкви. Было только всего лишь несколько верующих. Их никто не поддерживал. Они нуждались в необходимых вещах, таких как одежда, детские вещи и прочее. С того момента начали выстраиваться отношения между моей церковью и той церковью Выборги. Моя мама ездила в Выборг постоянно. Она была там множество раз. Она сказала мне, «Ты тоже должен поехать. Ты должен познакомиться с этими людьми». Когда я приехал в первый раз, я почувствовал, что несмотря на огромную разницу в наших культурах, Бог здесь движется в том же направлении и хочет выходить людям навстречу. Для меня лично это стало очень важным аспектом, потому что воспитываться в христианской среде мне всегда казалось, что мы вечно поем одни и те же песни и общаемся с одними и теми же людьми. Мне очень сильно помогло то, что я оказался в абсолютно другой культуре. Я смог увидеть, как велик наш Бог. Я начал приезжать в Россию сам. Я начал брать с собой музыкантов и певцов. В итоге это привело к тому, что образовалась целая сеть музыки Госпел. Сейчас я являюсь частью этой сети. Я завел много, много друзей. Я приглашаю друзей из Норвегии, из Соединенных Штатов, из Германии и Финляндии. Мы делаем совместные проекты. Вне зависимости от того, из какой мы страны, мы понимаем, что поклоняемся одному Богу. В нашем сотрудничестве я вижу, что Бог покрывает наши недостатки. К примеру, бывает, что из-за языкового барьера получается полная неразбериха. Но для Бога это не проблема. Он все устраивает. Он прощает нам наши проступки. Он такой же здесь, какой Он и в моей стране. Это для меня огромное ободрение. Я вырос, слыша о том, как велик наш Бог, о том, какие чудные дела Он может совершить для людей и для меня лично, о том, что Он исцеляет больных. Это для меня огромное подкрепление вере. Когда я только начал увлекаться музыкой, я был подростком. У меня были очень длинные волосы. Я играл на гитаре. Мне нравилось играть в стиле хэви-метал. Больше всего на свете я мечтал стать рок-звездой. В юношеском возрасте вера не играла для меня большой роли. Я знал, что Христос реален. Я верил. Но это не особо влияло на мою жизнь. Для меня было более важным удовлетворить свое эго, стать рок-звездой. Но потом я начал выходить из зоны комфорта, ездить в другие города и страны. И когда я встречался с людьми из других культур, я вдруг начинал понимать, что быть последователем Христа — это намного увлекательнее, чем быть рок-звездой. Я подумал, в принципе, каждый может стать рок-звездой. Ты одеваешь кожаную одежду, наносишь макияж и устраиваешь на сцене драму. Берешь высокие ноты, и все. Ты рок-звезда. Но быть последователем Христа — это куда более увлекательное путешествие. И я хотел в него отправиться. И когда мне было где-то 22 года, я посетил одну церковь в Лос-Анджелесе. Это была Афра, Американская церковь. Они пели в стиле Госпол. Я впервые услышал этот стиль музыки в такой оригинальной среде. То, что я услышал, меня просто потрясло. Все, что я умел, это играть на гитаре. В тот момент я ощутил, как Дух Святой движется в атмосфере. И я начал молиться. Я не просил Бога помочь мне творить музыку в стиле Госпол. Я просто сказал Ему, «Бог — это то, чему я хочу посвятить свою жизнь». Но я не играю на пианино и не умею петь. Я в этом ничего не понимаю. Поэтому, Бог, если ты согласен, помоги мне воплотить эту мечту в реальность. С того дня я встретил множество людей, которые поддерживали меня в этом желании. Потому что вначале я очень часто выглядел глупо. Я совершал ошибки. Я расстраивал людей. Я делал что-то неправильно. Но я пытался снова и снова. И чувствовал, что Бог ведет меня. Я точно знал, что это не от меня, что я отвечаю на Божий призыв. Я полностью находился под Его водительством. Я знал, что Бог ведет меня по этому пути. И сегодня это то, чем я занимаюсь по жизни. Именно так я поклоняюсь Богу. Я славлю Христа музыкой в стиле Госпел. И практически все мои друзья-музыканты играют в стиле Госпел. Также в моей семье мы поклоняемся Богу именно в этом стиле. Также это стало моей профессией. Я провожу время в этой музыке круглые сутки. Это моя жизнь со Христом. В этот момент в церкви, в Лос-Анджелесе, я пережил нечто невероятное. Эта церковь находилась почти в самом Голливуде. Где такое скопление талантливых людей? На том служении играли лучшие музыканты Калифорнии. Музыка в этой церкви была просто потрясающего качества. В тот день на служении присутствовало, может, две или три тысячи человек. Это невероятное ощущение, когда, казалось бы, не такое большое количество людей присутствуют на этом концерте. И также я ощутил нечто подобное здесь, в России, где люди, в принципе, не имеют опыта поклонения в этом стиле. Люди здесь не знают таких ритмов, но ударных, не знают таких басовых партий или специфических нот для пения в стиле Госпел. Но все же я здесь чувствую такую же силу Божью. Бог здесь точно так же действует через музыку. Бог меня очень поднимает в духе, когда я здесь поклоняюсь Ему. Я вижу, как Бог касается людей так же, как Он коснулся меня тогда в Лос-Анджелесе, когда мне было 22 года. Порой люди просят меня объяснить, что это за ощущение. Иногда преградой является языковой барьер. Английский — это второй язык. И россияне зачастую имеют трудности, как выразить это на английском. Но когда они пытаются, я понимаю, наше переживание совпадает. Это движение Духа Святого. Я очень хорошо понимаю, что ты имеешь в виду. Эта духовная связь между нами очень вдохновляет. Именно об этом я и хотел засвидетельствовать. Я хочу стать моим свидетельством. Мы приветствуем с вами. Субтитры сделал DimaTorzok Я хочу вдохновить вас сегодня доверять Богу во всем. И особенно я обращаюсь к тем людям, у кого еще присутствуют сомнения. Я знаю, что бывают времена, когда ваши сомнения заглушают вашу веру. Вам кажется, что вы оставлены один на один со своей проблемой. Вам кажется, что Бог заботится обо всех, но только не о вас. Может, даже вы пришли к тому, что вы стали сомневаться в существовании Бога, в правильности и целесообразности христианской веры. Я хочу, чтобы вы знали, что через это проходит каждый. Вы смотрите на проповедника. Он выглядит таким сильным и таким святым. И вам кажется, что этот мужчина или эта женщина никогда не сталкивалась с сомнениями в своей жизни. Но мы все сталкиваемся с сомнениями. Все чувствовали одиночество. Нам не нужно пытаться вырваться из него, потому что даже там Бог находится рядом с вами. Он готов позаботиться о вас. Я написал песню, которую часто использую в своей личной молитве. Она называется «Самая короткая молитва». Припев звучит так. «Лишь воззови его к имени». «Воззови его к имени». «Имени Иисуса». Это на самом деле все, что вам нужно сделать. Просто воззовите к имени Иисуса. Иисус прекрасно знает, в чем вы нуждаетесь. Он знает вашу боль, ваши чувства и ваши мысли. Для того, чтобы помолиться, вам не обязательно подбирать правильные слова, особые песни или приходить на тренинг по молитве в церкви. Просто воззовите к имени Иисуса. И Он услышит вас. И вступится за вас. Он и сейчас рядом с вами. И Он за вас. Редактор субтитров А.Семкин